здравствуйте друзья у нас тут последнее время вопрос пошли родители дети там взять и ответственность на себя и так далее вот у нас теперь вопрос с детской стороны пошел вот михаил хотел бы узнать ваше мнение это что вы думаете по этому поводу думаю это будет хорошей темой для видео думаю что многим будет интересна данная тема особенно молодежи вот для молодежи все и делается вопрос заключается в том нормально ли когда родители нормально ли когда родители получают своих детей которым к примеру 20-30 лет ведь каждый должен совершить свои ошибки которые впоследствии исправить чтобы чему-то научиться я просто не понимаю зачем настаивать на своем когда ребенка 30 вот мне к примеру 17 но все-таки не 30 еще 17 и я считаю что каждому нужно совершить свои ошибки чтобы впоследствии чему-то научиться как говорил роберт киесаки не надо бояться совершать ошибок ошибки нам даны для того чтобы мы не избегали их а на них учились и становились мудрее с уважением сергей значит так давайте мы вернемся немножко к тому что мы раньше говорили потому что это важно а говорили мы о том что ребенок его функция получать а родителя функция давать как бы от ребенка все что от него требуется быть хорошим получателем но тут есть тонкость одна дело в том что тот который дает тот который дает определяет сколько он дает чего он дает и на каких условиях понимаете история вы не можете быть получателем и ставить условия получения вы можете давать и ставить условия давания но вы не можете получать и ставить условия получения вы можете сказать за еще мне это не устраивает я тогда пойду жить своей жизни ничего тебя брать не хочу раз ты вот меня вот так достаешь я не знаю как вот современная молодежь учится в школе а мы когда учились где-то в первом классе ли там во втором был такой рассказик что ну там мальчик у девочки за партой они сидели попросил карандашик значит она ему там начало какие-то условия ставить и кончилось тем что мальчик карандашик да что не надо мне твоего карандашика и когда учительницы этой девочки в это что ж ты не дала ему карандашик она говорит так он не взял и учительница говорит так надо так давать чтобы можно было взять давайте проблема дающих это не обязательно родители дети я вас умоляю это это абсолютно во всех областях жизни так бывает что человек так дает что взять невозможно другое дело что есть такие получатели в эти что уже нет сил им давать потому что так как они берут так уже и давать не хочется но с третьей стороны бывает что и не брал бы да вот допустим вот 17 лет например вам трудно сказать знаете что у меня так достали я не буду у вас брать потому что в 17 лет скорее всего вы еще школу не закончили скорее всего вы материально зависеть от родителей может быть вы даже будете от них материально зависеть ближайшие несколько лет пока будете в университете учиться и так далее поэтому вы все таки себе говорите я получающая сторона так и я либо принимаю условия на которых мне дают либо я это самое не беру но но у вас есть выбор это абсолютно ваш выбор вот конфликт возникает там где ты с одной стороны берешь а с другой стороны отказываешься выполнять свои обязательства по взятию потому что они они присутствуют значит но но это мы говорим о как сказать а здра о здоровом таком обмене здоровый обмен очень часто обмен не является здоровым понимаете вот есть люди которые дают и они чего-то такого хотят что уже взять невозможно есть люди которые получают и вроде от них требуется немного но они норовят так получать чтобы тот кто дает еще им должен остался вот поэтому они лишают того кто дает возможности ставить какие-то условия и так далее мы мы все были детьми мы все многие из нас и сегодня являются родители мы знаем о чем речь что там что там говорит значит когда родители 30-летнему там ребенку чего-то пытаются навязать есть много разных обстоятельств бывает но просто вот они из лучших чувств они за него переживают они они думают что они лучше знают жизнь понимаете я бы я бы так сказал что ну вот если бы у меня там сегодня был 30-летний ребенок у меня постарше дочь немного но и ну что я чему я ее научу понимаете вот чему я могу научить свою дочь которая на 20 с лишним лет меня моложе но если она спросит меня о чем-то я с удовольствием поучаствую но но она то лучше меня ориентируется в этом мире в американской жизни то она же лучше меня ориентирует и ну чего теперь у меня есть какой-то общий опыт и она периодически к нему обращается она она соображает то есть она на самом деле очень хорошо знает что есть какие-то вещи в которых я лучше разбираюсь да и она постоянно к этому опыту она постоянно обращается а я уже сижу тихо и не навязываю ничего потому что я не хочу я не хочу раздражаться смысле что на меня раздражались там и говорили вот там вместо радости там пришел там все кишки вымотал я аж так тоже не хочу и я помню одного американского дяденька он мудрый был такой мужик он владел громадным страховым брокериджем люди которые вообще страхованием занимаются они знают жизнь вы не знаете как эти люди знают жизнь но уже такой возрасте был мужик и он говорит и он сказал друг такую фразу мы с ним как-то так сидели там кофеек попивали и он говорит когда год с детьми разговариваешь к надо быть быть тише воды ниже травы я говорю а почему он так палец поднял к небу искал а потому что так может случиться что же и внуков своих никогда не увидишь если будешь плохо себя вести как интересно получается да вырастил маска на свою голову так вот я к чему говорю что когда отношения приобретают нездоровый характер а это бывает ну все-таки существенно почему это происходит либо люди просто понимаете есть люди ну скажем так не имеющие никакого опыта жизненного не состоявшиеся сами абсолютно никак и они пытаются реализоваться в том чтобы давать какие-то советы дурацкие людям которые ну просто вот не могут стать и уйти или или там мог стать наш там мамане это последний раз я с тобой вообще в жизни разговариваю и ушел понимаете поскольку он так маме сказать не может то она например начинает его там затюкивать и так бывает и с той стороны да то же самое то есть бывают дети которые могли бы послушать на не послушали очень часто эти вещи происходят из-за внуков я хочу сказать что зачастую родители которые более ну как бы умудренной жизни там в известном смысле они начинают им детям про внуков что-то говоришь надо например там больше внимания или что нельзя там на на 5 кружков в неделю ходить или что допустим они их там недостаточно укутали или вместо того чтобы повезти к врачу они ему там какую-то таблетку сунули а там не дай бог осложнения там еще что то потому что они очень люди которые постарше я вот по себе могу сказать сравнивая себя сейчас и себя молодого но уже родителя я могу сказать что люди постарше они столько рассмотрелись всякого что они гораздо бережнее относятся к маленькому человеку они понимают насколько это хрупкое существо как легко его поранить повредить травмировать и так далее поэтому на этой почве бывают какие-то вещи но если уже так мы по большому счету по большому и какой-то общий знаменатель все-таки хотим к этому делу подвести дело ведь не в том родители скажем есть у них основания или нет оснований нужно ли совершать ошибки молодым или не нужно совершать ошибки конечно молодым нужно совершать ошибки и не молодым нужно совершать ошибки кто же говорит но ошибка ошибки то рознь понимаете если вы выпрыгиваете с четвертого этажа с мыслью о том что а почему бы не попробовать это же это же тоже как бы ну ну упал ну там переломался вот опыт приобрел но но погодите так ему же вот я не знаю ошибка ошибки рознь понимаете есть такой анекдот мне очень нравится как идет мужик по лесу и видит там другой сидит на ветке и ветку пилит у основания пилит и донатом шашки ветку то пилишь ты же упадешь только ты двигает иди выходит где-то советов тут вот бесплатных советчиков туда ходит продолжает пилить буквально через несколько там секунд ветка обламывается он падает и он с удивлением смотрит на этого мужика который мимо шел и говорит ну ты колдун понимаете так вот ходят такие колдуны понимаешь то есть опять где граница то есть то что скажем вы свои 17 можете сказать себе а давай-ка вот это сделаем посмотрим в крайнем случае ошибусь так будет опыт да и в этом как бы есть смысл но но существенно насколько это находится в конфликте с тем опытом который уже как бы накоплен человечеством вашими родителями в частности там обществом в котором вы живете и так далее то есть грубо говоря есть такой опыт что неплохо бы и поостеречься тоже если хоть так немножко соображаешь так уже и не будешь пробовать люди такие вещи пробуют что думаю зачем он так понятно же что вот добром такое не кончится то есть это все очень размыто в плане осмысленности и в плане оправданности вот этих этого недовольства которые есть у родителей детьми у детьми родителей но вот все таки дело не в том тебе 30 лет например или 16 а дело в том насколько ты берешь ответственность на себя за то что ты делаешь если ты полностью отвечаешь за свои ошибки да отвечай на здоровье кого вообще какое дело но если если ты у родителей берешь там продолжаешь быть получателем то есть ты не взял на себя полной ответственности ну так ты уж давай это ну как-то с учетом интересов да то есть все-таки твое положение это не положение независимого человека который сам принимает решение сам судит что у него получилось и делает выводы и так далее все-таки ты так находишься в некоторой системе которая кроме тебя включает еще кого-то и ты должен учитывать его интересы значит ты не независимым то есть понимаете проект вот эта проблема не по одежке протягивать ножки независимый вперед зависимый ну давай так чтобы ну система не не лодка не раскачивалась система не разрушалась не было бы конфликтной ситуации отчеты создаешь конфликт независимый не бери у них ничего делай живи сам поселись отдельно в другом не знаю в другом городе в другой стране где хочешь они тебя будут любить и там будешь раз год приезжать там с нуками они тебя будут обнимать и радоваться что ты приехал и не дай бог тебе что-нибудь сказать чтоб в следующий раз можешь и не приехать ну что-то я так уж если независимым поэтому хорошо ли быть зависимым смотря от кого бывают люди ска от которых никакой проблемы нет быть зависим ты все равно должен с ними считаться но они могут тебе дать гораздо больше степеней свободы при том что ты от них все равно зависимы потому кому быть не дать могут специально не дать а могут просто не иметь возможность и так далее значит возвращаясь к 17-летним действительно вот этот тяжелый возраст подростковый да но 17 уже такой серьезный а есть проблемы в 13 в 14 в 15 получается такая история ты уже не такой маленький чтоб тебе сопли вытирали то есть ты реально берешь на себя много ответственности я помню что вот ну там скажем а в 13 14 лет я уже там через всю москву на общественном транспорте там ездил там спортивные секции у меня даже не всегда родители знали куда я там поехал с этим делом точнее я когда боксом занимался найти интересно у меня мама знала но было принято решение папу не тревожить потому что он не одобрял вот этого вот безобразие когда по голове дубас детей вот и я помню что этом сижу там вот смотрю телевизор там какой чемпионат европы по боксу я весь в этом деле там удар удар я там ведь прыгаю по дивану а отец мимо проходит и вид как родители разрешают детям своим вот этим заниматься мы и мама так она так хихикает так в кулачок но понимаете да почему я говорю я стирал свои бинты что-то руки там обману обматывать я приходил из школы делал там себе яичницу ли картошку жарил там не знаю в пятом шестом классе собирался ехал там через давайте ты берешь на себя ответственность ну 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 берешь и давай кто кто ж тебе будет мешать особо особо вот но но родители переживают знать как ауреке разный опыт например скажем если вернуться к моей молодости отец например очень переживал когда мы ходили с рюкзачком по подмосковью а у меня был случай когда после восьмого класса там какой-то был интересный такой слет где там дети из разных школ там командами и они там две недели мы ходили по лесам где-то там встречались расходились сходились расходились костры общие там и не знаю что с учительницей нас была учительница такая энергичная по физике и она вот нас там собрала и мы две недели фигачили отец он просто страшное дело и вроде мне хочется я уже взрослый возвращаясь к 14 15 16 17 лет ты уже ты уже не такой маленький тоже взрослый ты уже у тебя обязанности другие безусловно с увеличением той ответственности которую ты на себя берешь можно выговорить и это очень правильно будет выговорить если тебе не так мнение не дали уже в этом в явном виде как какие-то степени свободы которых нету маленького ребенка у тебя есть но это нормально ненормально когда ты на 30 процентов допустим взял на себя ответственность да а на сто процентов хочешь чтобы тебе дали прав которые к этому делу не относятся поймать и ты не говоришь я беру на 30 процентов дайте мне 30 процентов возможности ты гадать им не сто процентов как же так но ты живут даже не абсолютно самостоятельно ищу чё поэтому 17-летним я бы сказал такую вещь родители вам не враги абсолютно и даже вот если у вас там конфликты какие-то там еще что-то родители на самом деле хотят чтобы дети были успешными хотят чтоб они работали учились зарабатывали состоялись в этой жизни это все очень естественно и значит не залезайте в экстрим значит носить с уважением к тому что есть люди которые вас обеспечивают чем-то и они это делают на своих условиях понимаете не на ваших на своих значит цените что есть такие люди потому что я вас уверяю есть очень много людей которые хотели бы иметь таких родителей как у вас даже вот вы думаете у вас не очень хорошие вот таких как вы им хотели бы и нету поэтому оценить то что есть и когда вы цените то что вам дают вот это чувство признательности чувство благодарности это одно из величайших вообще чувств которые даны человеку потому что они гармонизируют его жизнь они это чувство кардинально меняет вот то пространство в котором он живет понимаете это очень очень важное чувство чувство неблагодарности она убийственно она делает человека злобным желчным неприятным не симпатичным от него все шарахаются она разрушает его изнутри вот даже то малое что у вас есть может быть вы думаете мало начнете сейчас инвентаризацию производить окажется у вас очень много чего есть вот я бы через это шел родители вам не враги они вас хотят в чем-то ограничить ну вы можете поговорить вот почему например они хотят вас в этом ограничить вы можете спросить их например а то солнышко светит вы можете их спросить а вот что должно произойти например чтобы не было этого ограничения какую ответственность допустим они хотели чтобы на себя взяли чтобы сказать да ты можешь это делать ты взрослый парень поговорите спросите у них наверняка есть какое-то мнение на этот счет и гораздо лучше знать их мнение на этот счет чем не знать и самое главное никаких обстоятельствах не входить в конфликтные в конфликтную форму поведения рожи строить дурацкие там хейкать и гмыкать демонстрировать что кто-то там дурак там и так далее это создает конфликт а когда конфликт уже не важно кто сказал и что сказал это абсолютно не имеет никакого значения важно что вот есть вражина такая и а чё с вражиной разговаривать выключил телевизор или все ли там поставил ему дислайк в мозгу поэтому вот не заходите в зону конфликта люди которые не конфликтные они в тысячу раз успешнее решают те вопросы которые у них есть чем быть конфликтный которые вообще ничего решить не могут и и сильно рискуют и здоровьем и и и многими другими вещами поэтому вот такое мое напутствие 17 летним счастливо